Здравствуйте, господа хорошие! Вот так негаданно, нежданно, благодаря нашему зрителю по чистой случайности мы получили внешность будущего оперативника, за что ему большое спасибо. История довольно интересная, вырисовывается по поводу роудмапа в целом, поэтому спешу поделиться с вами интересными новостями в этом небольшом видео. В общем, если верить роудмап пятого года, разработчики планировали выпускать по два оперативника первые полгода, а оставшиеся только по одному. Причем у оперативника третьего сезона стояла надпись засекречена и эмблема ЧВК Nighthaven. Возможно, что-то пошло не по плану, например, на них сказался ковид, и оперативников переставили местами, поскольку сейчас во втором сезоне мы получаем оперативника из Nighthaven. К сожалению, удалось заснять только три скриншота в разных позах, но самая главная деталь попала в кадр – это прибор нарочного видения. Наподобие того, что использовал Сэм Фишер из игры Splinter Cell, по которой давненько не слышно новостей. Но, как мы знаем, Юбисофт в своих играх любит делать сюжетные переплетения, где герои разных игр встречаются в какой-либо из них. Так, например, уже было подобное в Призраках, когда Кавейра в одном из DLC ушла в самоволку, и игрокам предстояло разыскивать ее по тропе трупов. Так и Сэм посетил данную вселенную. До сегодняшнего дня еще не было ситуации, когда какой-либо герой становился оперативником отряда Rainbow. И вот не так давно в сеть попала новая утечка, в которой говорится, что будущий оперативник третьего сезона пятого года будет из третьего эшелона с позывным Скаут. Позывные могут быть временными и рабочими названиями, поэтому особо на них заострять внимание не будем, кроме того, что само слово Скаут переводится как Разведчик. И зачастую именно позывной так или иначе отражает суть и способность своего носителя. А если вдруг кто не в курсе, третий эшелон это вымышленное, засекреченное подразделение из все того же Splinter Cell. Я, честно, давно не играл в эту игру, и там, если не ошибаюсь, эшелоны нумеруются по какому-то принципу. Поправьте, если что, в комментариях. Увидев данную утечку, сразу, конечно, пришла мысль про Сэма. Типа очередная коллаборация, но, как оказалось, нет. И поскольку данная информация из утечки подтвердилась, и уже нет сомнений, то и остальная ее часть прооперативника четвертого сезона, скорее всего, тоже правдива. Его позывной Джордан, и он снова из Найт Хевен. Немноговато ли Гарри призывает ЧВК в элитное подразделение? Что по поводу способности, то тут все сложно, поскольку мы, во-первых, пока не знаем, за какую он сторону. Плюс ко всему, в самом третьем эшелоне боец использовал кучу всевозможных секретных примочек. Для разведки и не только. Например, я уже рассказывал про утечку паука-разведчика, который сможет ползать по стенам и засверливаться в неукрепленные, давая изображения изнутри комнаты. При разработке Splinter Cell Blacklist изначально планировали наделить Сэма подобным гаджетом. Но с ним были какие-то проблемы, возможно, им было сложно управлять в игре. И его заменили на летающего шок-дрона. А поскольку сам гаджет уже был засвечен на Е3, в трейлере разработчики обыграли это переходом Сэма в четвертый эшелон. А там якобы используют именно дронов-разведчиков. И насколько мы знаем, наш скаут все еще из третьего эшелона, и поэтому он довольно неплохо, на мой взгляд, вяжется с данным гаджетом. Еще забавный факт, что тогда на мобильное устройство выходила игра, где вам нужно было управлять этим самым паучком-разведчиком. А если уж совсем честно, то там реально разрабам есть где разгуляться. Летающий шок-дрон, который зарядом временно парализует противника. Шоковые мины, шоковые гранаты. Там этих гаджетов натырить и переделать под реалий осады можно тонну. Также они использовали отвлекающий датчик, который можно бросить любое место, и он создает отвлекающий звук. Подобный гаджет, кстати, уже давно просят игроки и форсят на Reddit. А как мы знаем, на примере Амару и Орикса разработчики по любому данную идею приняли во внимание. Хоть и не признают никогда, что вдохновлялись именно идеями игроков. И реально может выйти неплохой опер. И вот в конце я хочу поддержать мысль Максима из ДБС, что, как правило, Юбисофт, делая по два опера в сезон, создают одного вроде как ничего, а второго будто в довесах. И, быть может, реально лучше выпускать по одному оперу, только хорошему, продуманному и с интересной способностью, ну и было бы неплохо еще хотя бы одну новую пушку ему в довесок, чем выпускать по два посредственных. В общем, на сегодня у меня все, буду с вами прощаться, до скорых встреч, пока-пока.